Всем привет! Зрителям канала Turkish People, да, Turkish People на отдыхе! Мы себе устроили маленький отпуск длиной 5 дней, 4 ночи. Поехали! Мы так далеко из Анталии, аж 100 километров! Мы находимся сейчас в Алании, это поселок Тюрклер, и отель у нас Eftali Ocean. Отель огромный, вот мы ходим, ходим, ходим. Снимали мы его обзор, вы видели, а сегодня у нас жара. Жара плюс 34 градуса было утром, обещаю 37. Сегодня у нас 4 октября, 37 градусов жары. Все, пойдемте! Скажете, ну это же нормально, ну в прошлом году не было так, в прошлом году было 26 только. Так что год на год не приходится, людей отдыхающих много, но больше всего вы не поверите. Возле бассейна. Возле бассейна найти лежак посложнее. А на море свободно, а море очень теплое, просто удовольствие, мы сегодня купались. Здесь море теплее, чем бассейн, однозначно. В бассейне вода холоднее, но здесь много людей, а на море мало. Странные, да, отдыхающие в этом году? Отдыхающих в этом году очень много из Европы, из европейских стран, вот именно в этом отеле. Даже представительство здесь сидит. Из Англии. Вот мы вокруг слышим английскую речь на перегу. Они такие вот заводные, шебутные, безбашенные даже некоторые, особенно по вечерам. И они рядом вот такой вот. Странно, да? Тема сегодня о том, кто отдыхает здесь, какие туристы. Вы знаете, почему тема такая возникла? Потому что от состава туристов в отеле зависит и обслуживание в отеле. Вот это мы просто бываем в разных и можем сделать об этом вывод. Вот, например, сейчас мы находимся в Алане. Отель называется Eftali Ocean. Анимации на русском языке здесь нет. Это вот первое, что бросилось в глаза. Да, таблички некоторые переведены на русский язык, это есть, но анимации на русском нет. На ресепшене работает русскоязычный персонал. Есть в детском клубе русскоязычная комната, потому что здесь дают детей в зависимости от языка в разные комнаты. И все. Даже на детской дискотеке никто детям ничего не переводит, все идет на английском. Ну, иногда переводят на турецкий язык. Когда мы сюда приехали, 30 сентября, полный отель был англичан. Вот прям вот, как Андрей сказал, практикуюсь в бытовом английском языке. Всем привет, с вами я, Андрей. От себя хочу рассказать о том, как проходит мой отдых. Мой отдых проходит постоянно, и я кого-то послушаю. Вот честно, случайно, когда ты изучаешь много языков, и ты постоянно пытаешься переключаться, и у тебя немножко от этого голова болит. Русский язык мой родной язык, но также я уже давно, сколько лет изучаю английский язык. Не могу сказать, что я его знаю. Хоть вы можете сказать, Андрей, вот, ты знаешь английский, турецкий, раз ты учишься в школе, у тебя отличные оценки. Я так не могу сказать, никто не знает язык, даже свой на 100%. Скорее я могу говорить, могу общаться на различные темы, и могу от себя сказать, что на самом деле язык, который учили этот английский, я называю английский-английский, есть который английский-неанглийский, в школах, например, в России, потому что до пятого класса я учился в государственной школе в Москве, он совсем другой на самом деле. Он отличается от того, что я вот здесь слышу от реальных носителей языка, и даже я уже сколько раз вступал в контакт, даже банальные просьбы, что-то такое, мама говорит, вы что разговариваете, как собаки, о-о-о, вот так вот получается. Язык меняется, это нормально. И как, например, в русском языке есть вот это слово «чо» вместо «что», то есть очень сокращается, и вот получается не очень красиво. И если вот начинаешь говорить на таком вот языке, говорят, язык Шекспира, ты что говоришь? Они все вот такие вот немножко по-рэперски как будто говорят. В школе имею много англоговорящих друзей, мы общаемся ежедневно на английском языке, и, конечно, от них тоже я много чего нового слышу для себя. Начал смотреть все просто на английском языке. И шоу, и фильмы, и сериалы, и желательно новые, и блогеров. И там ты слышишь настоящую речь. Скажешь, а зачем тебе это надо? Мне это надо, мне просто нравится, мне нравится общаться со всеми людьми. У всех разные культуры, разные мировоззрения, это очень интересно. И ты вот так вот все собираешь, как копилочка, и вот делишься своим опытом. Что-то новое для себя узнаешь, открываешь. Тут включили горки, я уже пойду кататься. Да, Андрей говорит, такое ощущение, что я всех вокруг понимаю, кто говорит по-турецки, по-английски, по-русски. И еще бывают немецкие какие-то легкие фразы, что они с детьми-то общаются. Это так интересно. У нас как день сурка, снова горки, мороженое. Вообще и шоколадное. Вот я в детском клубе, с 12.30 до 14.30 раздаю мороженое. Это когда мы узнали на третий день отдыха. А я в материке иду с мороженым. Мы за ними, откуда они идут. Ну, англичане уехали. Вот прям приехал очень много-много автобусов, и англичане уехали. И сейчас у нас очень много немцев. И это тоже разные менталитеты. Так интересно наблюдать со стороны. Говорящих на русском языке здесь тоже мы встречаем. Есть наши подписчики. Они из Латвии, есть из Болгарии. Но это, получается, тоже в эти европейские страны. И менталитет у людей отличается от того, когда мы были в отелях, которые рассчитаны на русскоговорящих туристов, которые рассчитаны на туристов из СНГ. Там практически вся анимация, весь персонал говорит на русском. И даже кормят иначе. Вот здесь другая еда. То есть очень-очень много фастфуда. Очень много таких блюд, которых в других отелях вы не встретите. В таком количестве, как здесь. Ну, пять видов картошки фри. Действительно, не просто ее количество, она пять видов. Одна таким посыпана, другая. Другим разных размеров. Ну, много наггетсов, много луковых калечек. Какой-то вот не знаю. Очень много фастфуда. Прям вот фастфуд в бургеры, фастфуд в хлебе, фастфуд такой-сякой. И нормальная еда, если хотите, это только надо вернуться в главный ресторан. И то там половина будет тоже фастфуд. А обычно еда будет повторяться. И вообще, они на обед-то особо не хотят ходить. Вот. У нас сейчас идет обед. Вот мы пообедали, вышли сюда. А народ у бассейна. Возле моря без проблем вы займете лежак. Даже в первой линии. Если лежаков будет мало, там стоит в запасе их много. Вам расставят дополнительные. Матрасики положат, тоже все лежит в запасе. Мест у моря очень много. Море теплое. Море плюс 28 градусов. То есть купаться можно, нужно. Люди зачем приехали? Вот такое ощущение, что люди приехали вот за бассейном. Вот они прям с утра, с 7 утра начинают занимать место. Раскладывают полотенце, одежду, даже не просто полотенце, просто одежду бросают, уходят. Потом возвращаются. И целый день здесь пока вот не потемнеет. Никуда не уходят. Пойдут в баре что-то возьмут. Кого-то зашлют в ресторан, принесут фастфуда. Хотя здесь как бы не рекомендуют выносить на тарелках что-то, но люди все равно выносят. Они вот даже через, он, передают снаружи здесь. Это вот тоже вот такая специфика. Когда собираетесь в Плат на отдых, посмотрите, кто большинство здесь людей отдыхает. И очень много платных услуг. Платных не только там в СПА. Ну, в СПА, да, я согласна. Там массаж, и это должно быть платным. Потому что кому-то нужно, кому-то не нужно. Здесь есть бесплатный СПА. Можно сходить в сауну, можно сходить в хамам. И общие сложности ты это можешь сделать в день на 30 минут. То есть как бы это первый раз такое, вижу ограничения. Вот мы были в других отелях. В принципе, люди вообще туда не ходят. А здесь ходят пилинг рыбками. Причем детей посадят. И сидят там их рыбки вот вовсю. И не знаю, вот на той стороне. Так это вообще одно сплошное платное развлечение. Платные какие-то есть развлечения. Платная еда, платное мороженое, платное это все. Хотя мороженое, видите, дают бесплатно в определенное время. Это отели 5 звезд. Ультра все включено. Ну, как-то очень не дотягивает. Ну, очень. Видимо, настолько непритязательны. Люди даже коктейли спокойно покупают за деньги. Хотя в всех других отелях, мы в отелях, блин, которые стоили подешевле даже. А коктейли, ну уж просто детям смешать сок с сиропом, и то здесь за деньги. То есть сиропа просто так не допросишься. Ну, можешь взять соков, каких хочешь, вместе сам намешать, вот тебе будет коктейль. Алкоголь тоже самый-самый простенький. Если хотите что-то поинтереснее, коктейли или это все, тоже надо платить. Вот кукуруза платная, картошка фри платная, там вот так, картошка фри обычная, бесплатная. Но если хотите красивую картошку, такую вот растянутую на палочке, все, это уже 2 евро стоит за одну картошину. Вот где можно продать одну картошину за 2 евро? Вот. Стаканчик кукурузы 2,5 евро. Мороженое, вот красиво, если тебе вот так вот положат, тоже 4 евро, 4,5 евро. Ну, ладно, взять на прокат самокат или какое-то другое транспортное средство, да, это тоже, везде деньги стоят. Ну, то, что сумочки здесь не дают, и это, не дают. И в других отелях тоже не всегда бывает. Скажут, что мы сравниваем с какими-то эксклюзивами, там, не знаю, лакшери отелей. Нет, мы и в разных бывали отелях. Ну, все равно такого суперэкономного, ультра все включено, вот в жизни не встречали просто. Это еще у меня... Юсуф был в шоке, когда он перешел на другую сторону, и сел такой в бар и говорит, мне вот это. А ему говорят 4 евро, мистер. Ну, вот так. А причем они ходят и за все платят, и не считают нормой, вот не знаю. Вот вафли. Здесь пекут вафли бесплатно, есть в одно место. То есть надо здесь отбежать сначала, все осмотреть, где что есть по времени. Нет, они вот даже где-то бесплатно есть вафли. Нет, они вот купят вот здесь, тоже в том же самом шоколаде, только будут на палочке. А там вот тебе на тарелке дадут. И они нормально покупают все. Для, мне кажется, наших туристов, которые привыкли, что такое ультра все включено, что ты можешь приехать даже абсолютно без денег, и ты получишь суперкомфортный отдых, у тебя будет абсолютно все. Это очень даже непривычно. Когда ты вот не все можешь попользоваться вот бесплатно, что, казалось бы, вот я все уже оплатил, все у меня уже должно быть, оказывается, нет, не все. И вот первый, так как мне сказал, первый жадный отель, который он видит. Мы до этого, он как-то называл какой-то отель жадным, но не до такой степени. Вот берут полотенце. Причем полотенце надо брать в СПА, записаться, и потом как бы сдавать, обменить в определенное время. То есть полотенец сдать на территорию нигде нету. То есть ты должен обязательно вот только вот через одно место прийти по определенному времени. В другое время тебе их не поменяют. То есть тоже вот так. Не успел? Не успел. Ну ладно. Как бы и все не берут полотенце, они даже не знают про это. То есть на ресепшн даже не говорят об этом. Не дают отдельную карточку. То есть здесь совсем хитрая история, как надо получить его. Тебе дали карточку, которая к номеру приклеена, некоторые их выбрасывают сразу. Ну потому что тебе приклеили пластиковой карточке, номер открыть. Просто написано номер такой. Хорошо, что мы ее не выбросили. Оказывается, на нее можно получить первый раз полотенце. А потом, когда уже приносишь полотенце, тебе дают карточку на полотенце. Там количество написано, сколько ты сдал. Навязчивый персонал здесь по поводу прийти, массаж, сделать это все. Нет, по-моему, нет. Они как бы так не навязчиво ходят. Но что бывает, где-то прямо ходят, везде раздают свои флайеры. Это все здесь нет. Ну, хочешь – идешь, хочешь – не идешь. Как бы такой. Ходят навязчиво здесь, продают коктейли. Вот прямо они с изподносом. Либо ходят вот с своим брошюрками. Кто-то клубнику продают здесь стаканами еще. Ну, чтобы в отеле-то продавали клубнику. Когда вот она есть, бывает, ну, как бы сейчас уже нету. Ее только в десерты кладут. Но все равно есть много других фруктов, очень много фруктов. Ну, как-то вот особенно. А, еще то, что ходят везде раздетыми и даже приходят в ресторан, хотя там висит, что нельзя заходить в ресторан. Надо бы вот в таком виде, там немножко фотографии, картинки перерисованы. Нет, а все идут. Поэтому не надо говорить, что только русские ходят в пляжной одежде в ресторан. Нет, правда. Да, как раз наши все ходят, переодеваются, либо что-то сверху наденут. Да, эти прям вот как были, так и пошли. Вот о чем я говорю, что если нельзя вынести через там, вот ругаются на тарелке. Так вот, вот прям отсюда передаю. Вот здесь раньше вход был, видишь, его замуровали. Так вот, отдых у бассейна. Вот люди приехали в Турцию, к морю, жаркая погода. Казалось бы, вот иди к морю купайся. Нормальный заход в море здесь. Очень длинный пляж. Пляж вот, ну метров 600-650. Это точно. То есть бы всем хватило места. Пляж песчаный. Вот там, ну где вот большие горки, там не очень пляж. Ну так чуть правее замечательно. Мы там здесь все бежали, все смотрели. Вообще, первый день тратим на то, что вот прям сразу вещи бросили в номер и вперед пошли изучать территорию. А некоторые тут вот весь отпуск проводят. Вот, к морю может раз, если сходили. И, кстати, бассейн здесь холодный. Я не понимаю, вот море гораздо теплее. И бассейны на той стороне, где больше светит солнце, тоже теплее. А каопарк включает. Ну вот. Все. Да, теперь везде немцы. Немцы ведут себя более спокойно, чем англичане. А англичане это вообще просто, вообще отрыгалово. Они на дискотеках веселятся. Они шумные. Они участвуют во всех активе. Вот мы ходили, когда смотрели мистер отель, выбирали. Это было что-то просто. Это просто крэйзи. А немцы более такие спокойные. У них все по расписанию. И они вечером спать рано, утром встали. И пошли место занимать тоже здесь. И тоже не любители моря. А еще немцев можно отличить. У них дети все очень экипированные. У всех обязательно одежда будет, чтобы не сгореть, чтобы не утонуть. Очки. Даже прям уши закрывать. Вот их прям сразу видно издалека. А они были не такие. А, кстати, да. Это переход на ту сторону. Сейчас проведем экскурсию возле Большой Горок. Здесь находится тоже пляж. Продолжение следует. Продолжение следует... Посмотрим, какой заход пологий. Здесь тоже мелкая галька. Здесь тоже мелкая галька. Да, не совсем другого. Там песчаный пляж совсем недалеко. А здесь мелкая галька. Вот как интересно, на протяжении 100 метров как отличаются пляжи? Ну, здесь хуже, чем мы были. И здесь отправляются все лодочки... Да? Ой! Здесь еще и волны. Водичка очень теплая. Водичка очень теплая. Рассказываю дальше. Вот где-то где высота вот мне вот так, там под тобой глыбы, камни крупные. Ну, я ногами глубоко не почувствовала сильно, что там конкретно. Но далеко не уйдешь. Вот такое здесь море, такой здесь пляж. Вот чем дальше, тем больше песка будет. Людей очень мало на пляже. Относительно этих больших отелей. Три отеля приходят на одну территорию. Кстати, все наши подписчики, кого мы здесь встретили, все были на пляже. Вот мы пока вот пешком здесь проходили. Вот и за два дня вот все были здесь. Только наши с вами люди, говорящие с нами на одном языке, ходят на море большинство. Зашли в номер и нам снова что-то сделали на кровати. Это крокодил. Смотри, из пробочек глазки. Это наши витаминки. Мы посмотрим, что у нас сделали. У нас тоже красота. Наверное, люди спросят, кладем ли мы чаевые. В первый день чаевых у нас не было. Но после того, как уложили лебедей, засыпали лепестками роз, ну, честное слово, чаевые оставили. И вот на второй день посмотрите, что у нас. У нас крокодил теперь. Очень приятно. У нас тоже так красиво. И вот сколько нам каждый день приносят напитков. То все вот сложили сейчас. Потому что в холодильнике пусто. Наверное, папа сказал, чтобы не клали холодные напитки. Сегодня, кстати, премьера лига. Футбольные матчи. Вот во сколько начинаются. Конечно, не пускают в этом. Неправда. В ресторан в этом пускают. Покажу вам спа. Единственное, что мы знаем, что 30 минут бесплатно для постояльцев отеля с 11 до 16 часов. И здесь также получают полотенца. Доброе утро. Для иной autobus стоит reducing theák. Не хочет меня приготовить? Уд warmed руль. Мы поедаем , что я даже купил. Хорошо , спасибо. Здорово. 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 Здравствуйте. Продолжение следует... Прragon sugar благодарю, компания сейчасinkzogen. На這樣 ельно-либо обычай." Уч contracted ш 싶 interm bicyки. Русский или русский? Мироба Это VIP зона Да, VIP, джакузи, все внутри Это тоже память Пилинг для маски, маски и маски Здесь хамам Вот так выглядит хамам Здесь тепло Время сейчас 10.30, все работает А здесь соленая комната Сауна Сауна Там сидят Бесподная О, какая Только пара здесь На тепло Ну, а здесь душевая Очень обычная Комната отдыха На релаксе Комната отдыха На релаксе Еще массажные комнаты идут Под номерами Ну, какие виды массажа не оказывают здесь Договориться можно на любое время Как вам удобно Даже продают пакеты Массаж 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 90 минут Тату Тату бьют даже вот здесь В отеле Их по записи Приглашали И пирсинг еще делают Мы идем на вечернее шоу Парк развлечений Любая игра 2 евро стоит Основное шоу 2.30 Начинается Сейчас идет детская дискотека На русском нету Смотрите Сколько у нас Людей в афитеатре Снимаю отсюда Потому что мест нет Смотрите как все Сидят питьком Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok